Музыка Это, возможно, может быть, самые главные в наше время, главные в наше время эзотерические знания, потому что у нас сейчас на земле правит аскетическое христианство, и эрос под строжайшим запретом. Люди продолжают множиться, но, тем не менее, эрос при любодеянии считается грехом. Поэтому, кстати говоря, мне кажется, именно поэтому население Европы сокращается, как и Россия. То есть это будет ряд краткометражных фильмов о том, как в царском христианстве, в родовом, использовали силу эроса для прохода в божественное состояние. Ну и для начала, раз мы говорим про эрос, мы с вами рассмотрим, откуда берутся венерические болезни. Это болезни Венеры. И что это означает? Это означает, что эти болезни наслала сила под названием Венера или Афродита. Раз эти болезни в наше время получили большое распространение, значит, они берутся из-за того, что люди не почитают богиню Венеру, богиню Афродиту. Для того, чтобы эти болезни не посещали человека, нужно просто почитать эту силу. Она закрыта сейчас, повторяю, аскетическим христианством патриархальным. Следовательно, приглашая эту богиню, почитая эту силу и приглашая в жизнь, эти болезни уйдут, исчезнут. Может быть, навсегда. Может быть, у кого-то они будут появляться. Но как работать с болезнями, известно. Самое главное, что эту силу нужно пригласить в жизнь. То есть половые отношения, они, естественно, созданы богом, высшей силой. Следовательно, их надо почитать точно так же, как и все остальные сферы жизни человека. Что касается болезни, я напомню, я в одном из фильмов говорил об аргонавтах, что они посетили остров Лемнос. На этом острове жили женщины, одни женщины. Они изгнали мужчин. Они не почитали мужчин и, самое главное, не признавали богиню Афродиту. И за это богиня наказала их зловонием. О чем это говорит? О том, что если женщина не почитает Афродиту, не занимается любовью, не дает мужчинам, вот эта сила под названием Афродита, она награждает женщину зловонием. То есть вселенная, она создана из мужского и женского начала. И мы друг для друга и профилактика, и антисептик. То есть мужчина лечит женщину, женщина лечит мужчину с помощью любви. Это надо очень четко увидеть, понять. И тогда, ну, большинство, многие болезни просто уйдут из жизни. Говорят, что все болезни от нервов, а самые главные нервы мы получаем друг от друга. То есть самые главные неприятности мужчина получает от женщины, женщина от мужчины. Поэтому если наладить эту сферу, если признать любовь, то болезни пойдут на спад. И следующий момент – это огромное количество инфарктов. А инфаркты – это закрытые чувства. Значит, нужно позволять себе в том числе и чувствовать, любить сердцем. На мой взгляд, нужно менять наше отношение полностью к тому, что происходит между мужчиной и женщиной. Я думаю, что это выход из создавшего сейчас положение с болезнями в христианском мире. Да. Венера наказывает из того, что ты сказал, за то, что женщина не поклоняется. И мужчина тоже. То есть поклонение Венере заключается в том, что она занимается любовью. Признание – это как естественный… Как естественный процесс. Да. Точно так же, как мы едим, пьем. Да, естественная потребность жизни. Да, творим. А вот у меня такое впечатление, я думаю, что, ну, как бы у большинства людей… Женщин? Нет, ну, только женщин. Людей, ладно. Людей. Так. Значит, что венерические болезни приходят от… И наказание от Венеры идет от беспорядочных, во-первых, связей и из… Как это сказать? Избыточных. То есть непочитание любви, когда там нету… Когда… То есть с одной стороны… Вот это одна сторона… Одна сторона, да? Какая? Когда люди ограничивают себя в связях из-за того, что… Запрещают. Запрещают из-за того, что это грех. Да. И другая сторона такая же есть, когда люди не просто не запрещают, а то, что называется распутством. То есть у них это в переборе, если можно… Если так человеческим языком говорить. Перебор. Перебор. За это их тоже наказывают вот таким веществом. Нет. Это имеет место быть? Вы, мадам, путаете причину и следствие. Люди распутничают, потому что это стало запрет. Это стало под запретом. Именно поэтому они пускаются во все тяжкие, как бунт. То есть ты хочешь сказать… Это как бунт действует. Что до патриархального крестьянства понятие ненавидческие болезни отсутствовало? Ну, скорее всего, да. Скорее всего, да. Любое непочитание этой силы… Эта сила, ну вот как сказать, если ты не будешь пить воды, то ты рано или поздно получишь болезни, связанные с отсутствием воды. Вот точно так же. Если ты не будешь признавать силу под названием Афродита, ты рано или поздно получишь болезни под названием венерические. Почтение Афродита в чем заключается? Заниматься любовью. Да, заниматься любовью. Если человек занимается любовью каждые три минуты… Это ваша мечта, мадам. Да, да, неосуществленно. Если он занимается в беспорядочных связях, то есть он идет вдоль своего желания и партнеры… Я же уже сказал, что беспорядочные связи… От запрета. От запрета, да, они возникают. И когда ты признаешь эту силу, все упорядочивается и приходит мера. А вот это вот пускание во все тяжкие – это как бунт. То есть не признание Венеры в любой форме проявления. То есть, как обычно, два конца – запрет и распутство. Да. По сути дела, это два конца одного целого. У меня нет представления, знания о том, как это позволить быть. То есть, если я никогда не слышал, и мне скажут, что надо разрешить этому силе быть, то у меня сразу распутство. То есть у меня нет, как вы говорите, что это нормально, что это воспринимается. Нет, там не так все. Если пружину долго сжимать, то когда ты ее отпустишь, она, конечно, выстрелит. Вот точно так же в голове и, самое главное, внизу собирается огромное напряжение. Поэтому, если ее сразу отпустить, то, конечно, это будет распутство, разврат там и прочее. Кому бы я ни говорил об этом, у всех сразу распутство. То есть, я говорю, надо позволять, чтобы это было. А все сразу как, что, ходить и все это снимают со всеми. Да это мечты, потому что голова забита образами и мечтами. Потому что, когда человека ограничивают, ему приходят образы. Я бы сейчас вот это сделал бы, это сделал бы, это сделал бы. Это просто голова забивается, а напряжение скапливается внизу, боль скапливается внизу. И она в голове рождает образы, вот эти вот распутные, развратные образы. Но когда это воспринимается как естественный процесс, который существует на Земле, один из многих, то тогда везде устанавливается мера. Вот, собственно, в чем дело. А то, что вот так вот это вот все кинутся в распутство и прочее, это потому, что люди говорят из своей пружины, из своей боли, которая внутри собралась в течение десятилетия она собирается. Самые первые разы, когда эрос начинает входить в жизнь, ну, уже плотно и видно так, это вот примерно в 3-5-7 лет. Уже там, то есть должно быть очень гармоничное, очень выверенное воспитание с детства. Тогда вот этой пружины в голове, вот этой вот фантазии безумных не будет. Когда человеку отрубают низ, он закрывает сердце, у него работает одна голова, говорящая голова. А эту голову очень легко запрограммировать вот всеми этими методами, которые сейчас придуманы. И почему, например, реклама сейчас так действует очень мощно на человека? Если приглядеться, какие цвета используют и какие сюжеты дают в рекламе, то это красный, оранжевый сюжеты. Мужчина, женщина соблазнительная держит бутылку там какого-нибудь популярного напитка. Напитка, если он его выпивает, на него женщина смотрит с восторгом. То есть это работает на подсознание, а подсознание, оно закрыто, зажато с помощью греха. Поэтому бьют в самую слабую точку. И поэтому эта реклама просто входит, и она поселяется в человеке, и человек ест, пьет то, что ему говорят, или принимает таблетки, те, которые ему говорят. То есть это все выявлено только на том, в смысле это все основывается только на запрете Эроса. Поэтому эта реклама очень мощная. Если вскрыть это, то человек перестанет программироваться. Но с ним уже нужно будет говорить как с человеком на равных. И мы получим свободного... Да, признание. Да, и мы получим свободного человека. Эрос лежал в основе воспитания знати. И точно так же и простого народа, но в знати, я сейчас буду вот этот фильм за фильмом показывать, но для знати это были эзотерические знания. Эрос, как говорят греки, протагон, сила, которая появилась вместе с вселенной, с землей, с хаосом. Он здесь правит всегда, этот Эрос. И правил всегда. Если его признавали, то на эту силу опирались и делали великие дела. Возьмем культуры. Этрусские, римляне, древние греки, индийская, древнеиндийская культура. Возьмем арабов, китайцев. Там всюду присутствует эротическая литература. Скандинавы. Я не знаю, не видел я такого особого. Эпоха Возрождения. Там тоже очень был мощный эрос. То есть там, где взлет культуры, обязательно присутствовал в обществе эрос. Если же мы сейчас посмотрим на современную культуру Запада и России. В России вообще тише благодать. На Западе еще там что-то такое есть. А Россия это вообще вычищенная площадка. Как будто бульдозером по ней прошли. Ни эротической литературы, ни замков, строений красивых. Ни стихов, ни портретов, кроме икон. Ни музыки. Ничего до нас не дошло. То есть Россию просто в свое время сравняли. Я думаю, потому что здесь были очень огромные знания. И эрос в том числе. Ты сам знаешь и расшифровывал многие иконы, на которых изображения. И эросистских изображений было очень много. Да, это древние иконы. Значит, вот ты сейчас сказал воспитание знати. И мне пришло в голову, что когда произошел разрыв между знатью и простым человеком. Потому что гармония была только в том случае, если у них была связь. Вот тогда внизу началось распутство. Нет, я не согласен с этим. Ты знаешь, что очень яркий пример из Шолохова. Я понимаю, что это не так давно, на самом деле. Но пример из его Тихого Дона, когда одна из его невесток Дарья, у которой эрос написан в каждом ее движении, в каждом ее взгляде. И которая ходит по всем по рукам и кончает жизнь с... Это не эрос. И я сейчас расскажу, что это такое. Это не эрос. Это страсти. Общество рождает время от времени женщин и мужчин, которые обладают, скажем так, сверхактивностью в этой области. Они наиболее чувствительны к отсутствию эроса. Но они вынуждены... Но они внутри формируют страсти. И вот, на мой взгляд, вот, не помню, как ее звали, вот эту героиню из Тихого Дона. Да, Дарья. Кстати, Дарья, Дарить. Они внутри формируют страсти и живут вдоль них. Хотя эрос там присутствует, но очень мало. В основном там работают страсти. Я буду показывать, как это все связано. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok